Угу. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о платформах Arduino и Raspberry, ну дать такой общий обзор, что из них, что каждая из них собой представляет, для чего она применяется, ну и некоторые другие аналогичные вещи. Вот. Ну во-первых, меня зовут Перлин Владислав Абрамович. Вот это мой e-mail. Так что, если надо, если возникают вопросы, пожалуйста, пишите, по возможности отвечу по почте, ну если смогу. Вот. Ну телефон есть на сайте у нас, так что я, к сожалению, не помню на памяти. Итак, сначала немножечко, ну платформа, о которых мы будем говорить, одна из них носит название Arduino, вторая носит название, ну традиционно ее называют так, Raspberry Pi. Raspberry Pi, вот так. Raspberry Pi. На сегодняшний день Raspberry Pi, ну такой наиболее распространенной является версия номер три. Итак, господа, что это такое? И то и другое представляет собой так называемый одноплатный компьютер. Ну, название требует пояснений, потому что, ну на первый взгляд кажется, да, что если мы возьмем, ну пойдем в магазин, купим там какой-нибудь офисный компьютер, откроем его, то с очень большой вероятностью мы увидим, что там стоит одна материнская плата и все, больше ничего. То есть, ну вернее как, там стоит, естественно, жесткий диск, там все такое, но там не несколько плата, а одна. Тем не менее, такой компьютер одноплатным называть все-таки не принято. В данном случае имеется в виду, что это что для Arduino и Raspberry отсутствие дополнительных плат в комплекте является нормой жизни. Дело в том, что если мы даже купим обычный компьютер, который вот традиционно используется с одной платой, то использование его в таком виде все же не является нормой. Все же у нас всегда есть возможность поставить туда, ну там дополнительную видеокарту, да, и считается, исходим из того, что такой возможностью мы все-таки будем пользоваться. Здесь это совсем не обязательно. Здесь компьютер нарочно сделан так, чтобы мы добавляли в него дополнительные устройства, которые, во-первых, не обязательно являются платами, очень важно. То есть, если мы подключаем к обычному компьютеру дополнительное устройство, то, скорее всего, это будет дополнительная плата. Ну, разумеется, господа, вы меня можете поймать на слово и сказать, что, конечно, есть всякие ситуации, когда это не так, но я все-таки позволю себе говорить, как все, то есть все говорят, что это так, и я позволю себе говорить то же самое, вот на каком основании. Дело в том, что интерфейс обычного компьютера является стандартизованным. Это либо интерфейс USB, либо это интерфейс PCI, либо какой-нибудь иной, но тоже стандартизованный. Как я буду действовать, если я захочу, например, подключить, ну что, ну, к примеру, эхолот, да, или там металлоискатель к обычному компьютеру? Что я буду в этом случае делать? В этом случае я должен буду, как бы, изготовить соответствующую плату, которая будет работать по соответствующему интерфейсу. То есть, если это PCI, то это и будет плата, которую я установлю в компьютер. Если это будет, например, USB, то это тоже будет плата, но установлена она будет не в сам компьютер, а в устройство, которое я подключу. Вот. Так что, все равно получается, что так или иначе, в подавляющем большинстве случаев, дополнительная плата потребуется. Но, господа, я прошу не судить меня слишком строго. Я в данном случае опускаю ряд нюансов, которые, ну, огромное количество нюансов, которые, разумеется, существенны на практике. Но, в общем-то, это выглядит именно так. Что касается платформы, ну, Ардуино и Raspberry, то там это не предполагается. Предполагается, что мы можем подключать устройства, вообще говоря, любые электронные устройства, лишь бы только мы знали их электронные характеристики. То есть, воткнуть обычный провод непосредственно, соединить его с Ардуино, это норма. Ну, что там с другого конца этого провода, это уже другой вопрос. Ну, сейчас посмотрим. Вот в этом смысле они называются одноплатными. Что одноплата там самодостаточна, в отличие от других. Тем не менее, ну, это вот что у них общего. Различий у них гораздо больше. Ну, первое различие, которое, как ни странно, не самое существенное. Платформа Ардуино является восьмиразрядной. Соответственно, она работает с байтами. Но, правда, есть маленький опять-таки нюанс. На самом деле, в одном из режимов работы платформа Ардуино работает с машинным словом длиной в 10 байт. Я сейчас поясню, в каком случае это происходит. Даже я, чтобы было нам удобнее, покажу на картинке. Давайте, чтобы я, повторюсь, я буду сегодня в основном показывать картинки. И рассказывать. Ну, давайте я покажу картинку, где изображен внешний вид платформы Ардуино. Так, где-то я их... Называется он мартышка. К старости слабоглаза не стал. Так вот, господа. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Вот такой внешний вид сверху на платформу Ардуино. Вот эта вот длинная микросхема. Вот эта вот. Нормально мышкой я показываю в интернете это видно? Ну, если что-то плохо видно, вы мне скажите. Итак, вот эта длинная микросхема, это микросхема от Мега, там, код ее написан, правда, вверх на даме, к сожалению, но не важно. Короче говоря, она играет роль центрального процессора для платформы Ардуино. Вот линеечка сверху и линеечка снизу. Это набор разъемов, в которые мы можем втыкать провода. Прямо брать и вживую воткнуть провод. При этом сверху, ряд разъемов, расположенных сверху, это так называемые цифровые разъемы. Каждый из этих цифровых разъемов управляется байтом. То есть мы можем либо, то есть изнутри платформы Ардуино, он виден либо как байт, вернее именно как байт. Что этот байт означает? Этот байт, собственно, может быть либо истинным, либо ложным. То есть битовая структура. За исключением тех разъемов, которые помечены волнистой линией. В данном случае это разъемы 3, 5, 6, 9, 10. Вот те разъемы, которые помечены волнистой линией, они могут принимать любое, то есть как байт записанный или считываемый оттуда, могут принимать любое значение от 0 до 255-ти включителя. Но тут есть один важный нюанс. Дело в том, господа, что цифровой разъем, вот я попрошу на это обратить внимание, что значит, что разъем цифровой? Ну, я на курсах по Ардуину буду об этом говорить гораздо более подробно. Но то, что разъем цифровой, означает, что он может иметь только некоторый заранее известный перечень уровней напряжения, которые на нем могут присутствовать. То есть, иными словами, уровни напряжения в нем квантованы по уровню. Но в данном конкретном случае, равно как и в большинстве случаев, когда мы имеем дело с цифровыми разъемами в электронике, этих уровней только два. Плюс и минус. Ну, вернее, 0 и плюс. Соответственно, все цифровые разъемы могут иметь либо значение 0, либо значение плюс. В терминах платформы Ардуино это обозначено соответствующими константами. Это сейчас не принципиально. Но разъемы, помеченные волнистой линией, в случае, когда мы записываем туда число отлично от 0 и 255, переключаются в так называемый режим широтно-импульсной модуляции. Это означает, для тех, кто не в курсе, я напомню. Ну, и опять-таки, господа, на наших курсах по Ардуино мы разберем понятие широтно-импульсной модуляции не только в теории, но и на практике. То есть мы возьмем... То есть курс наш соответствующий рассчитан на то, это существенно, что я не буду рассказывать там, как сейчас, а мы возьмем соответствующие инструментарии руками и будем делать все руками. Вот. В данном случае широтно-импульсная модуляция имеется в виду следующий. Что у нас включается сигнал уровня 0, потом он переключается на уровень включенную, единица. Потом через какое-то время он опять переключается на уровень 0. Потом какое-то время молчит и опять переключается на уровень единица. И так далее. Вот такая вот штуковина. Значит, число, которое посылается на цифровой разъем, обозначает так называемую скважность сигнала. То есть если считать 255 за единицу, то это промежуток времени между включением... Вот этот вот. Между включением и выключением. А скважность... Это доля, в течение которой сигнал включен. Вот. То есть, соответственно, при 0 он будет выключен в оксе, при 128 он будет включен, равное время с тем, которое выключено. 255 он будет всегда включен. Вот. То есть на самом деле на схемном уровне цифровые разъемы Ардуино, некоторые, не все, на схемном уровне поддерживают режим широтно-импульсной модуляции. Важный момент. Почему я хочу обратить на это внимание? Дело в том, что согласно уже давно принятому стандарту, некоторые внешние устройства управляются именно посредством широтно-импульсной модуляции. Например, именно так работает существенная часть сервоприводов. То есть сервопривод, я напомню, это мотор, который умеет фиксироваться в определенном положении. Он называется сервопривод. Или сервомотор. То есть назначение его не в том, чтобы вращать что-то. Но правда иногда, но здесь, господа, к сожалению, уж стопроцентно общепринятой терминологии нет. Но иногда сервомоторами называются моторы, которые вращают что-то, которые могут фиксироваться или вращаться с постоянной скоростью. Это еще такое. Но в данном случае, я имею в виду именно фиксирующиеся сервомоторы. Вот они, ну скажем так, половина из них управляются именно вот таким способом. Широтно-импульсной модуляции. Значит, а вот если мы посмотрим вот на эту группу сигналов, группу разъемов, которая находится внизу, то это аналоговый разъем. Вот здесь, правда, есть один небольшой нюанс. Дело в том, что с точки зрения общепринятой классификации в теории сигналов, эти разъемы тоже цифровые. Но в терминах Ардуино их называют аналоговыми. Почему? Дело в том, что в общепринятой терминологии аналоговый сигнал может иметь произвольный уровень напряжения на себе. То есть аналоговый разъем. Ну, разумеется, в заданных пределах, но в заданных пределах производят. В данном случае эти заданные пределы составляют от нуля до пяти вольт. Вот. И, соответственно, если мы снимаем сигнал с аналогового разъема, то мы должны снять его как можно точнее. Поэтому к аналоговому разъему обязательно прилагается его точность. Да? И при этом аналоговый разъем обладает таким свойством, что если мы будем передавать сигнал с одного аналогового разъема на другой, с другого на третий, с третьего на четвертый, то у нас точность будет все ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. То есть это классика аналоговых сигналов. В Ардуино дело обстоит немножечко не так. На самом деле аналоговые разъемы в Ардуино кодируются машинным словом длиной в 10 байт. То есть данные, снимаемые с аналогового разъема, имеют значение от нуля до 1023-х включителя. Соответственно, если мы подключим к аналоговому разъему какое-нибудь аналоговое устройство, например, термометр, то температура, которую мы снимаем с термометра, будет выражаться числом от нуля до 1024-х. Соответственно, если мы будем наоборот использовать аналоговый разъем как выход, то сигнал, который на нем подается, будет тоже плентоваться на 1024-х. Разумеется, можно подискутировать на тему, имеет ли это значение на практике, но давайте эту дискуссию мы вынесем на курс. Как бы то ни было, надо иметь в виду, что Ардуино это цифровое устройство. И даже так называемые аналоговые разъемы по стандартной классификации в теории сигналов все равно будут цифровыми. Но в отличие от цифровых разъемов, они поддерживают множество уровней сигналов, а не только два. Вот. Это как бы момент существенный. Итак, я рассказал про то, что к Ардуину могут подключаться непосредственно электронные устройства любого вида. Вот я, например, сейчас покажу вам картинку. Ну, повторюсь, любого вида при условии, что они там удовлетворяют допуску. Например, если я попробую воткнуть в Ардуину 220 вольт, он, конечно, сгорит. Понятно. Но об этом понятной речи не идет. Значит, вот на этом вот, на этой картинке изображена лабораторная работа, которую мы будем проделывать на курсе второй по счету. Первой будет работа с одним светодиодом, а работа с несколькими светодиодами будет второй по счету. В данном случае, как вы видите, для работы с Ардуино естественно используется макетная плата, работать мы с нею тоже научимся. Так что, если кто вообще не имеет опыта в электронике, имейте в виду, что наш курс по платформе Ардуино как раз-таки посвящен тому, чтобы вы этот опыт приобрели. В данном случае, видите, воткнутые обыкновенные провода в Ардуино. И они, соответственно, по схеме, которую мы с вами изучим, подключены к макетной плате. Это просто провода, то есть, внутри макетной платы для, опять-таки, господа, я прошу прощения за элементарщину, но я ориентируюсь на тех, кто до сих пор с этими устройствами не работал, а только хочет с ними работать. Так вот, внутри макетной платы никакой электроники нет. Там просто провода. Поэтому, то, что вот тут такая хитрая конструкция, с таким же успехом я мог бы взять этот светодиод воткнуть прямо в разы. Ну, при условии, что я воткну правильно. Единственное, что я попрошу посмотреть внимательно на эту схему и обратите внимание, что там, кроме светодиодов, каждый светодиод подключен через резист. Да? То есть, почему это? Дело в том, что вот эти светодиоды, которые я тут использовал, рассчитаны на номинальное напряжение 3,5 вольта. А у Ардуино выходное напряжение цифровых сигналов 5 вольт. Соответственно, мы вставляем сюда понижающую нагрузку. Для того, чтобы у нас светодиод не сгорел и Ардуино, соответственно, не сгорел. Кстати, на самом деле это хороший вопрос. А вот если мы возьмем светодиод 3,5 вольта, воткнем его в плату Ардуино на 5 вольт, то что у нас сгорит? Светодиод или плата? Ну, если сгорит. На самом деле у Ардуино есть некоторая первичная защита от перенагрузки, поэтому конкретно в данном случае он не сгорит, но это не значит, что это можно делать. Вот. Так вот, господа, опять-таки мы будем разбираться, что у нас сгорит. Так вот, я должен сказать, что на самом деле сгореть может и плата. Это довольно широко распространенное заблуждение о том, что если мы втыкаем светодиод в напряжение большее, чем то, на что светодиод рассчитан, сгорит обязательно сам светодиод. На самом деле нет. Может сгореть и светодиод, а при определенных условиях и устройствах, которые он копит. Это зависит от некоторых дополнительных характеристик того и другого. Ну, повторюсь, в данном конкретном случае не сгорит ни то, ни другое, но все равно лучше этого не делать. На самом деле, если уж быть совсем честным, если я воткну этот светодиод без понижающего резистора напрямую, то произойдет такая штука, которая называется деградация светодиода. Он просто очень быстро износится. Потому что он не сгорит, но износится быстро. То есть придет в негодность. Но это так, к слову. Так вот, значит, давайте теперь посмотрим на то, какие еще разъемы есть у Ардуино. Вот этот разъем, в который втыкнут внешняя штука. по внешнему виду напоминающий разъем принтер. Это разъем, который позволяет подключить Ардуино к компьютеру через эмулятор последовательного порта. Вот если бы мы с вами жили в древности, то второй конец этого провода был бы подключен к компьютеру к компорту. И такая возможность действительно есть. Но так как компорты в своем первозданном виде, в общем-то, сейчас встречаются, ну, я точно знаю, что компьютеры с компортами в своем первозданном виде есть в музее. Если они где-нибудь еще, кроме музея, я не знаю. Но полагаю, что есть. Есть. Но все-таки это не самый употребительный вариант действия на сегодняшний день. Поэтому в стандартной комплектации Ардуино имеет у себя как бы короче говоря, мы можем работать на компьютере в режиме эмуляции компорта. То есть все современные операционные системы умеют подключаться к порту USB, эмулируя при этом последовательный порт. На самом деле, господа, кстати, должен заметить, что USB таки да последовательный порт. И поэтому тут следует правильно говорить не об эмуляции последовательного порта, потому что USB это последовательный порт, а об эмуляции компорта. Это тоже понятно почему, потому что компорт это не просто последовательный порт, а порт с определенным последовательным протоколом. Он там есть, протокол компорта. Соответственно, USB это тоже порт с определенным последовательным протоколом, но с другим. Соответственно, принципиальных проблем в том, чтобы через USB-порт эмулировать ком-порт, как вы понимаете, нет. И, в общем-то, все современные операционные системы умеют это делать. Вот, например, эмулировать параллельный порт через последовательный, было бы уже не так просто. Хотя и такая возможность есть. Или наоборот. Я не знаю, может быть, кто-то из вас помнит, но когда-то в глубокой древности существовали специальные переходники, которые позволяли включить в ком-порт принтер, рассчитанный на ЛПТ-порт, наоборот. Но это, правда, было, сразу скажу, удовольствие не для слабонервных. Но, как бы то ни было, нам таких подвигов не нужно, потому что мы подключаемся через USB. Обращаю ваше внимание, что этот же разъем служит резервным источником питания. Основной источник питания Ардуино показан вам вот здесь вот рядом. Вот это вот черное филовино. Это основной разъем питания. Этот основной разъем питания требует напряжения от 7 до 9 вольт. Теоретически Ардуино может работать при внешнем напряжении питания через основной разъем от 5 до 9 вольт. Соответственно, 9 вольт это будет перегреваться, изнашиваться, поэтому этого не стоит. Меньше 5 он не включится. Я хотел бы обратить внимание на то, что напряжение основного источника питания в данном случае, кстати, во-первых, тут есть существенная разница между основным и резервным источником питания. Вы, наверное, знаете, что USB-порт компьютера может служить резервным источником питания. Например, можно через USB-порт... Простите. Сохранился я хорошо. Еще только не хватало через я тебе писать все слова. Все время говорю COM-порт. Так вот, господа, через USB-порт, в принципе, можно, например, зарядить смартфон. Потому что у него напряжение 5 вольт. Другое дело, что он будет заряжаться дольше, чем от розетки, потому что там сил тока меньше. Но, в принципе, это можно сделать. Точно так же, если мы подключаем Ардуину через резервный источник питания, вот как в данном случае он подключен, то напряжение входное будет 5 вольт. Но если мы подключим его через основной источник питания, то от 5 до 9. Теоретически. И вот тут возникает хороший вопрос, почему? Вот кто мне может сказать, почему в Ардуину основной источник питания имеет не четко заданное напряжение питания, а заданный диапазон напряжения? Нет, сказать, что для удобства, это все равно, что ничего не сказать. Потому что, если вы мне найдете хоть что-нибудь в этом мире, что делается не для удобства, я буду вам очень признаться. Нет, такие вещи, конечно, есть, но их все-таки очень мало. Нет, потому что нет гарантии стабильности каких-либо устройств, которые могут дать какое-то точное напряжение. Правильно, но давайте мы скажем то же самое. Во-первых, справедливое замечание, что отчасти это зависит от того, какие устройства подключены. Но, господа, должен сказать, вот это тоже одно из распространенных заблуждений. На самом деле, входное напряжение питания, напряжение питания, не зависит от того, какие устройства подключены. От того, какие устройства подключены, зависит входная мощность. Правда, она связана с входным напряжением. Но давайте мы посмотрим с вами повнимательнее. Скажите, а устройства, которые мы подключим к Ардуину, они будут подключены куда? К цифровым разъемам или к аналоговым разъемам. А там напряжение модулированное на 5 вольт. То есть, независимо от входного напряжения, на разъемы пойдет 5 вольт. Так, сейчас я возьму очки, простите, потому что я не вижу. Периферийные платы тоже потребляют... Да, совершенно верно, Алекс, но это не то, о чем я сейчас хочу сказать. Господа, а вот тут я хочу, чтобы вы вспомнили, чтобы мы с вами, и я в первую очередь, на немножечко спустились с небес на землю. Дело в том, господа, что вопрос, который я очень часто задаю на лекциях, он на первый взгляд прямого отношения к делу не имеет. А тем не менее, имеет. Вопрос, который я задаю, такой. Скажите, пожалуйста, что означает 2 промилле? Ну, 2 промилле, что означает? Вот мне очень часто говорят, что это 2 тысячных, да? Так вот, господа, я утверждаю, что, может быть, это и правда. Но разговор на тему, что 2 промилле – это 2 тысячных, это на самом деле трех. Велитристика. Вот. И все эти слова не имеют никакого смысла до тех пор, пока мы не вспомним, что на самом деле означают 2 промилле. А на самом деле они означают лишение прав. Понимаете, 2 там тысячных... Так, что там еще написано? ОМГ. Я, честно говоря, не понял, что вы имели в виду под словом ОМГ. Расшифруйте, пожалуйста. Потому что есть несколько значений у этой аббревиатуры. Так вот, господа, в данном случае для Ардуино является принципиально важным тот факт, что это устройство используется для каких-то практических целей в практической работе. Так вот, господа, Ардуино предназначено для управления, в первую очередь, для управления автономными устройствами. Что это может быть такое? Какая-нибудь метеостанция, квадрокоптер, там стиральная машина. Кстати, стиральные машины на Ардуино существуют. Вот, там, я не знаю... Ну, в общем, короче, на вкус. Там электромузыкальная установка. Все эти устройства, ну, пожалуй, кроме последней. Кроме стиральной машины и электромузыкальной установки. Ну, вот, пожалуй, квадрокоптер самый яркий пример. Они обладают тем свойством, что их не воткнешь в розетку. Да? А раз их не воткнешь в розетку, значит, мы будем втыкать вот в этот внешний разъем. Скорее всего, что... Господа, обратите, пожалуйста, внимание, что, скорее всего, мы будем втыкать сюда не аккумулятор, а батарейку. Нет, аккумулятор можно, не вопрос. И в розетку можно через блок питания, тоже не вопрос. Но, скорее всего, мы втыкать сюда вводим батарейку. Почему? А представьте себе, что попали мы с вами на необитаемый остров. И вдруг у нас возникла необходимость запустить квадрокоптер под управлением Ардуино. Ну, насчет необитаемого острова, это, конечно, шутка. Но ситуация, когда мы взяли с собой это устройство и поехали в экспедицию, как вы понимаете, вполне в порядке вещей. Где мы там от ближайшего пенька будем аккумулятор заряжать? Да? А вот батареек с собой взять можно достаточный запас. Это я вам, кстати, говорю абсолютно серьезно, потому что вот сейчас довольно много волонтерских экспедиций есть всяких. Но, в первую очередь, это археологи, но не только. И вот когда волонтеров готовят... А волонтеры, это, вы понимаете, люди, как правило, серьезной подготовки не имеющие. Вот, сейчас. Четыре батарейки по полтора вольта есть равно шесть вольт. Согласен. А шесть батареек по полтора вольта есть как раз девять вольт. Но я сейчас еще об этом скажу. Так вот, господа, так вот, волонтеров во всех этих экспедиций, когда готовят, обязательно предупреждаю, господа, волонтеры, фонарики берите на батарейках. Не берите аккумуляторных фонариков, они в экспедиции бесполезны. Да? Вот. Ну, проблема, на которую на паре ворваются часто. Короче говоря, вот эти вот устройства, которыми управляет Ардуино, в первую очередь предполагается, что мы будем использовать именно батарейки. Теперь вопрос, какие именно. На самом деле, Ардуино устроен таким образом, что чаще всего применяемым источником питания является батарейка крона. То есть та, которая в Советском Союзе называлась крона. И рассчитана она на 9 вольт. Но дело в том, господа, что батарейка крона обладает одним довольно неприятным недостатком. У нее довольно высокое внутреннее сопротивление. Как следствие этого, те 9 вольт, на которые она номинально рассчитана, она очень быстро теряет. Она рассчитана на малые токи. Соответственно, аналогичные батарейки существуют и российского производства, и импортного производства. Все они примерно одинаковы по своим характеристикам. Так вот, если мы эту... В частности, из-за того, что батарейка крона рассчитана... Прошу вас. Вы на семинар? Да. Садитесь. Я очень не хочу. Ничего страшного, садитесь. Так вот, именно из-за того, что она рассчитана на малые токи, через какое-то время она начинает выдавать уже не 9 вольт, а 8, 7, 6. Да? То есть, иными словами, батарейка, в отличие от аккумулятора, со временем снижает эффективное напряжение. Так. Батарейки тяжелые, по мере разрядки их придется выкидывать, а в машине есть генератор, и топливо все равно брать придется. Это при условии, что вы в экспедицию поедете на автомобиль. А если вы поедете в экспедицию пешком, и все это потащите на своей спине в рюкзаке, то тогда ситуация будет совершенно другую. Тогда, наоборот, то, что по мере разрядки батарейки придется выкидывать, это будет даже преимуществом или недостатком. Кстати, господа, я хочу обратить внимание, что вот для такого экспедиционного оборудования, а в наше время экспедиционное оборудование, это не обязательно, что вы пойдете с ним на Северный полюс. В наше время, с развитием такой штуки, как интернет вещей, экспедиционное оборудование стало использоваться вполне себе в городе. Вы, например, можете установить датчик под бордюрный камень у вас под окном дома. Поднимите этот камень, туда поставите, опустите камень. И что, вы каждый раз будете менять аккумулятор для работы с ним? Он у вас там будет работать год и два, и три. Но, правда, такие устройства не делают на Ардуине. Так что экспедиционное оборудование в наше время, это уже не какая-то экзотика, а элемент повседневности. Так вот, господа, дело в том, что помимо того недостатка, который я перечислил, что аккумулятор нигде зарядить, у него есть еще один довольно серьезный недостаток у аккумулятора. Кто мне скажет, какой? Кстати, связано именно с тем, что... Вот, Леонид, он связан именно с тем, что вы сказали. Что батарейки по мере разрядки придется выбрасывать. Ну, цена, поверьте, аккумулятор обходится дешевле, чем соответствующее количество батареек. Вот. Ну, и, соответственно, с учетом того, что аккумулятор, конечно, тяжелее, чем одна батарейка. Но этот недостаток является существенным только для летательных аппаратов. Для квадрокоптера существенно, что аккумулятор тяжелее. Но это, пожалуй, единственный случай. Господа. Это все ладно. То, что нельзя перевозить на самолете, современные аккумуляторы, как правило, могут. На самом деле причина лежит в совершенно иной плоскости. Скажите, пожалуйста, сколько аккумуляторов вы возьмете с собой в экспедицию? Скорее всего, один-два. Именно с расчетом на то, что их можно перезаряжать. Ну, три. В случае их потери или поломки вы окажетесь вообще без источника питания. Батареек вы берете гораздо большее количество. Поэтому в случае поломки или потери какой-то части из них, соответственно, вы не окажетесь без источника питания. Обратите внимание, что здесь проблема лежит не в самом устройстве как таковом. Это нельзя назвать недостатком аккумулятора. Я когда сказал, что это недостаток аккумулятора, я был не совсем прав. Это недостаток не аккумулятора. Это недостаток того способа, которым он обычно используется. Ну, например, из той же оперы замечание о том, что флешка не может быть надежным носителем информации. И никогда ее не будет. Почему? Ее слишком легко потерять. Как мы не изгаляемся, как мы не повышаем надежность флешки. Вот тот факт, что она маленькая и легко потерять, мы никуда не денемся. Именно по этой причине я пользуюсь флешками вот в таком виде. Привязывая к ним длинную ленточку с бусиной. Потому что после того, как я потерял двадцатую по счету во время занятия, мне, сами понимаете, стало как-то стрёмно. Вот. Поэтому, разумеется, истина всегда лежит посередине. Мы пользуемся и аккумуляторами, и батарейками, и включаем от сети. Но я хочу сказать вот что. Что устройство электропитания Ардуино рассчитано на то, что мы будем пользоваться батарейками. Это не означает, что мы обязаны ими пользоваться. Аккумулятор он вполне нормально, штатно берет. Блок питания он вполне нормально, штатно берет. Без всяких дураков. Вот. Но батарейка существенная в данном случае момент. Ну, вы, кстати, можете вот здесь увидеть два электролитических конденсатора. Они как раз и предназначены для того, чтобы компенсировать постепенное снижение эффективного напряжения батарейки. Вот они. Вот. Но некоторые говорят, что батарейка дает более стабильное напряжение. Я согласен с этим лишь отчасти. Потому что бывает всяко. Вот. Итак. Это я в общих чертах рассказал про платформу Ардуино. Ну, пожалуй, чисто так для... Ну, еще не все, еще кое-что сейчас скажу. Это я скажу потом. По этой картинке. Теперь, что еще надо сказать про платформу Ардуино. Нет. Нет. Начнем. А ну, давайте с этого. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы видите на этой картинке. На этой картинке вы видите дополнительные платы, установленные на Ардуино. И это находится в противоречии с утверждением, что Ардуино является одноплатным компьютером. Видите, вот тут их платы аж целых три. Господа, на самом деле разгадка здесь в том, что между одноплатными и многоплатными компьютерами четких грани нет. В частности, в данном случае, мне потребовалось, товарищу, который установил две дополнительных платы на Ардуино, потребовались дополнительные возможности, которые нет у исходной платы. А именно, ему понадобилось подключить к флешке разъем из Орнет, витой пары. Это верхняя плата. И ему потребовалось подключить возможность подключить кардридер. То есть возможность считывания ССДК. Это средняя плата. Так вот, господа, Ардуино является расширяемой платформой. Дополнительные платы, которые втыкаются, вы можете здесь увидеть, как это делается. Они втыкаются в стандартные разъемы Ардуино. При этом некоторые из стандартных разъемов эта плата занимает под свои нужды. А некоторые по-прежнему остаются свободными. Спецификации пока... Такие дополнительные платы называются шильдами. От слова шилд, да, щит. Так вот, некоторые шилды... Ну, некоторые разъемы шилды занимают под свои нужды, повторюсь. Некоторые остаются свободными. И мы по-прежнему можем воткнуть, воспользоваться ими для своих целей. Вот в данном случае их два. Но должен сказать, что Ардуино все же не позволяет злоупотреблять шильдами в большом количестве. И конкретно такая конфигурация, которую вы видите сейчас на экране, была характерна для Ардуино до распространения, точнее, платформы Raspberry. Если бы мне и вправду понадобилось нечто похожее, я, скорее всего, Ардуино пользоваться не стал бы. Я бы посмотрел в сторону второй платформы, которую мы обсудим, Raspberry. Знаете, максимальное количество шилдов, которые можно подключить к Ардуино, спецификации не ограничены. На самом деле максимальное количество определяется количеством разъемов, которые занимает каждый из шилдов. Соответственно, гипотетически максимальное число шилдов равно числу разъемов. На Ардуино. На самом деле даже и это не так, потому что ничто нам не мешает подключить два шилда на один и тот же разъем, если мы, соответственно, запрограммируем работу с ними. Но вот традиционно считается так, что теоретически максимальное это количество разъемов, но, соответственно, на практике, конечно, это меньше. Знаете, я бы даже сказал так, но, повторюсь, это сугубо мое личное мнение, я никоим боком не претендую на то, что оно правильное даже. Я бы вообще не стал пользоваться шилдами в наше время. Потому что использование платформы Raspberry мне представляется в этой ситуации более перспективно. Ардуино все-таки свои преимущества проявляет именно там, где нам надо подключать что-то совсем уж напрямую. Но, повторюсь, это совершенно не авторитетное мнение, потому что, если я подумаю над каким-то реальным проектом, вполне вероятно, что я изменю. То есть это соображение такое на тему. Так, а где они питание берут? Естественно, от Артуины. Естественно, на каждый разъем подключается питание. Ну, где они берут питание? Я сейчас покажу, где. Собственно, это очень легко показать. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Вот на эту группу разъемов. И посмотрите, что тут у нас написано. Вот два разъема ДНД. То есть это защитная, ну как не защитная, это зануление, земля. Господа, кстати, обращаю внимание, что несмотря на то, что эти два разъема, а вот, кстати, еще третий, называются словом ГНД, от слова Граунд, это, конечно, ни разу не заземление. Это зануление. Разницу между заземлением и занулением мы на курсах обсудим подробно, если кто не знает. Да? Потому что заземлением это было бы в случае, если бы от этих разъемов провод был бы воткнут в землю. Да? Или в стабилизатор напряжения. Конечно же, это зануление. Но для тех токов, которые идут в Ардуино, это не имеет большого значения. Или все-таки имеет. Господа, если от сигналов, которыми мы пользуемся в Ардуино, нам нужна повышенная стабильность, так иногда бывает. Правда, для Ардуино это скорее исключение, чем правильно. Но бывает. То в таком случае надо сделать следующий фокус. Нам нужно в один из разъемов ГНД, который обозначен на земле, воткнуть проводочек длиной в метр. Но для Ардуино эта ситуация нетипична. Повторюсь. Это, конечно, все равно будет зануление, но зануление повышенной стабильности. Мне лично не доводилось встречать такое на практике именно с платформой Ардуино. Чтобы такая необходимость была. Но мне приходилось это встречать на практике для других похожих платформ. Но они не имеют повсеместного распространения. Они экзотические. Вот. Посмотрите, пожалуйста, на сосе. Вот этот разъем 5 вольт. Видите, написано 5 вольт. И вот разъем 3,5 вольта. Вот отсюда они питание берут. Соответственно, каждый шилд, подключающийся, подключается к питанию вот таким вот способом. Но, правда, он разъем при этом не занимает. Потому что, если вы несколько шилдок подключите, то они будут, естественно, в питании включены параллельно. Вот. И, само собой разумеется, при этом повышается ток расхода, но расходуемая мощность, и при этом, естественно, быстрее садится батарейка. Так что, это как раз вопрос достаточно простой. Ну и, наконец, что еще я хотел бы сказать про Ардуино. Одним из очень важных особенностей платформы Ардуино является наличие у этой платформы различных форм-факторов. Посмотрите, пожалуйста, на набор тех плат, которые вы видите здесь. Это платы Ардуино с различными форм-факторами. Я должен сказать, что некоторые из представленных здесь плат отличаются только форм-фактором. Например, только форм-фактором отличаются плата первая и вторая. И то, и другое платформа... Ну, я вот здесь сейчас не разгляжу, но в любом случае и то, и другое это платформа Ардуино Уну. То есть та самая первая. Либо похожая на нее. Значит, различие между первыми двумя платами заключается в том, что первая плата рассчитана в первую очередь на работу на монтажной плате. Видите, у нее стандартный разъем подключения к компьютеру, стандартный разъем основной источник питания, стандартные разъемы для подключения устройств. А у второй платы все это отсутствует. И вместо этого присутствуют просто точки подпайки. Теперь понятно, в чем между ними различие. Первая, вот вторая плата со стандартными разъемами ориентирована на процесс разработки и конструирования. И мы будем с такими платами работать на ХОПСе. Но когда мы спроектируем устройство и захотим теперь его собрать в реальной жизни и запустить квадрокоптер в вольный полет или в невольный полет, то естественно, что эти разъемы будут нам уже мешать. И вот в этом случае вполне возможно, что мы захотим воспользоваться платой второго форм-фактора, ну вот этой первой платой, и все нужные провода к нужным местам попросту подпаять. Господа, к сожалению, на наших курсах мы не занимаемся пайкой, потому что попытка организовать у нас лабораторию по пайке напоролась на то, что нам очень сложно сделать это законно, потому что для этого нужно слишком много разных допусков, поэтому мы над этим будем работать. Но скорее всего это займет много. Вот. Соответственно. Последняя плата Arduino Mega. То же самое, но имеет увеличенное количество разъемов. Если она имеет разъемы больше, чем на плате Arduino Uno. Кроме того, она имеет еще один вот этот дополнительный широкий разъем с распиновкой аналогичной распиновки Raspberry. Я напомню, распиновкой называется стандарт, какие контакты под каким разъемом подсоединены. Вот. Имеется некоторое количество миниатюризированных плат Arduino. У них уменьшенное число разъемов. Соответственно, они рассчитаны на то, что мы не всеми предусмотренными возможностями пользуемся, а только некоторыми из них. Вот. Ну и, наконец, вот этот круглый форм-фактор. Между прочим, это очень интересная штука. Знаете, для чего предназначена Arduino круглого форм-фактора? Для того, чтобы его подшивать изнутри к одежде. Я не знаю, как сейчас, но первоначально вот эта круглая плата Arduino имела встроенный модуль GPS. По-моему, потом его убрали. Потому что оно позиционировалось, как способ найти вашего ребенка, который гуляет в отворении всегда там, где вы ему разрешили. Но, господа, на самом деле, я не уверен, что подшивать это к одежде, это хорошая идея. Но, как бы то ни было, существует масса похожих ситуаций, когда это таки может быть хорошая идея. Вот. Соответственно, вот эта плата с круглым форм-фактором, она имеет некоторое, ну, у нее механические свойства, ее подложки, имеют определенную специфику, рассчитанную на подшивку к одежде. Шапки, что-нибудь еще. Итак, господа, вот эта важная особенность Ардуино, это наличие множества разных форм-факторов. И здесь еще не все изображены, на самом деле, только широкоупотребительных, более сотни. Существует там фарм Ардуино, какой-нибудь там хитрый, запятой, такой загогулиной сделанный, но их много. Вот. Есть такие, которые сделаны длинными. Я вот, к сожалению, давно не могу их увидеть в продаже, но существует платформа Ардуино, сделанная в виде длинной платы шириной 8 мм. И они предназначены для того, чтобы встраивать их в трость. Вот. К сожалению, так как трость в наше время не очень популярный аксессуар, то найти я вот не могу в продаже. Но они есть. Вот. Теперь, господа, поговорим немножечко о второй платформе, которая нас интересует. Это платформа Raspberry. По своим габаритам. Она примерно в полтора-два раза больше, чем стандартная платформа Ардуино. И по внешнему виду этой платформы вы увидите, что здесь гораздо больше разных видов разъемов. Ну, первонаперво, давайте обратим внимание на вот этот вот разъем. Вот это и есть те самые пины. Ну, пином называется ну, собственно, разъемы-то и есть пины. Вот эти вот пины, это и есть те пины, к которым подключаются внешние устройства, там, светодиоды, там, датчики и же с ними. Все они подключаются сюда. Значит, как видите, здесь их количество несколько меньше, чем имеется на Ардуино. Тому есть несколько причин, о них сейчас скажу. На самом деле, реально тех, которые мы можем использовать, только половина. Вторая половина занята под специальные нужды, использовать их для подключения наших устройств мы не можем. форма этого разъема соответствует стандартной форме шлейфа, который втыкается в материнскую плату компьютера. Теоретически этим шлейфом можно подключить разбери к разъему материнской платы компьютера, но на сегодняшний день этого никто не делает, потому что не предусмотрен протокол подключения. Но может быть когда-нибудь будет, но на сегодняшний день эта возможность существует только в Теории. Значит, вот это вот. Это стандартный USB разъем. Давайте мы посмотрим немножечко их сбоку. Вот. Сразу скажу, что USB разъемов на платформах Ардуино количество колеблется от 2 до 4, а может быть и больше. Вот эта платформа Raspberry Pi версия номер 3. Как видите, у него имеется 4 USB разъема. Вот это вот разъем тот самый. Кстати, господа, вот это разъем Ethernet сетевой. Обратите, пожалуйста, внимание, что это не источник питания, это разъем витой пары. Теперь посмотрим с другой стороны. Вот этот, я вот только, к сожалению, отсюда не разгляжу, где он, но давайте я лучше не буду показывать. А, про разъемы I2C я еще отдельно скажу. Они не являются особенно важными, но они важны для одной цели, о которой я еще буду говорить. Я специально выбрал картинки, где они выделены красным. На самом деле на большинстве картинок они красным не выделены. но сейчас давайте пройдемся по разъему. Я сразу скажу, что я буду говорить не о всех разъемах, а только о тех, которых я считаю нужным сказать. Вот этот разъем, если я сейчас правильно разгляжу, это штырек микрофона. микрофона или наушников, потому что по ситуации. Вот этот штырек это стандартный микро-USB кабель. То есть питание к Raspberry подключается через микро-USB. А вот этот штырек это HDMI разъем, HDMI, как я его называю, который позволяет подключить Raspberry к стандартному дисплею. Обратите, пожалуйста, внимание, что в отличие от Arduino, Raspberry подключается к стандартному компьютерному дисплею. Через разъем HDMI, ну, например, можно и через переходник, который этот разъем переходник на VGA. Если мы хотим подключить дисплей к Arduino, это тоже нужно, но Arduino не подключается к стандартному дисплею и нам приходится Arduino к дисплею подключать вот таким образом. То есть существуют специальные мини-дисплеи для Arduino. В данном случае это вот алповитно-цифровые, они по большинстве своем алповитно-цифровые. Вот вам, пожалуйста, пример. Как это, например, можно сделать. В данном случае этот разъем подключен, то есть этот дисплей подключен немножко нестандартным образом, специально в демонстрационных целях, но потому что вы можете здесь увидеть и догадаться, что он изготовлен в виде шильда. Видите у этого дисплея сверху набор пинов. На самом деле его можно установить в разъемы цифровых пинов, и он будет соединен так же, как он соединен сейчас при помощи макетной платы. Но это в демонстрационных целях, чтобы было видно, что и куда мы соединили. Вот. Итак, давайте еще пройдемся по разъему. Должен еще дополнить, сказать про Raspberry два важных момента. Вот эти два белых разъема, вот один и вот второй. Это разъемы видеокамеры. Для Raspberry существует специальная миниатюрная видеокамера, которые с коротеньким шлейфом втыкаются в эти разъемы. Соответственно, один Raspberry может непосредственно из коробки стандартным образом поддерживать две видеокамеры. На самом деле, может сколько угодно. Ну, как сколько угодно, пока места хватит в памяти. Потому что, на самом деле, вот эти два выхода, это, в общем-то, обычная, ну, не совсем правда, ну, некий аналог USB-шного подключения. К Raspberry можно подключить обычную веб-камеру через обычный USB-порт и работать. Теперь, одним из отличий Raspberry от Arduino является то, что Raspberry это платформа не восьми разрядная. Они существуют ряд модификаций. Стандартная модификация Raspberry Pi 16-разрядная. Ну, существует модификация 32-разрядная. Про 64-разрядную не встречал пока. Хотя, возможно, они тоже существуют. Это первое. Второе. В отличие от Arduino, Raspberry это полноценный компьютер. То есть, чисто теоретически, он может заменить обыкновенный компьютер. Я вот, к сожалению, сейчас не разгляжу, где это. Ну, просто, к сожалению, вижу плохо. Но, по-моему, там, где я сказал про microUSB. В общем, короче, господа, вы разберетесь, где это именно находится, и, возможно, вам не туда пальцем. Но это сейчас не принципиально. Так вот, господа, в Raspberry в качестве носительной информации вставляется microSD-карта. Обычная, такая же, как вставляется в сотовые телефоны. Вот с этой microSD-карты Raspberry может загрузиться, как с обычного жесткого диска. Соответственно, на него устанавливается операционная система. Как правило, это система Linux. Существует, можно установить абсолютно обыкновенный Linux, какой угодно, хоть там Ubuntu, хоть что угодно. Но, как правило, устанавливают все-таки специальную версию Linux, которая называется Raspberry. То есть, специально адаптированную под Raspberry. Надо сказать, что версии Linux, адаптированных под Raspberry, существуют вагоны маленькой тележки. И вот этот самый Raspberry, он всего лишь навсего протестируется поставщиками основного варианта. Кстати, должен сказать, что и Arduino, и Raspberry являются платформами свободными. это в частности означает, что на них, то есть, лицензия на их конструкцию является свободной. И в принципе, кто угодно может наладить выпуск таких карт, внося в них какие угодно изменения, делая что угодно. То есть, изначальные поставщики той или иной платформы всего лишь навсего дают некоторые эталоны. надо сказать, что большинство продаваемых у нас платформ как Raspberry, так и Arduino, конечно же, сделаны неоригинальными поставщиками. В данном конкретном случае, видите, вы можете обратить внимание, там логотип маленький, но если присмотреться повнимательнее, то вы можете увидеть, что он немножко не такой, как в оригинале, потому что он сделан российской фирмой Malinka. Вот конкретно то, что сфотографировано здесь. Вот, которая в частности специализируется и на производстве Raspberry. Вот, в оригинале он выглядит немножечко иначе. Ну, это я так. Так вот, господа, иными словами, Raspberry это полноценный компьютер. Ну, я сейчас, господа, куда она конкретно вставляется, давайте мы это разберем уже на курсе. Ну, или вы посмотрите сами. Так вот, это компьютер, который теоретически может делать все, что может обычно делать настольный компьютер. Ну, повторюсь, разумеется, теоретически. Разумеется, запускать на нем игры, типа, там, Skyrim, или, там, Kingdom Come, я, наверное, не стал бы. Хотя, чем черт не шуть. Всяко может быть. Так что есть прям то, что будут записывать игры? Охотно ведь. Нет, то, что на нем можно записать какие-нибудь игры, я в этом не сомневаюсь. В том числе и высококлассные. Я говорю только про данные конкретные. Хотя, может быть, и их тоже можно. Но, с другой стороны, мы же знаем с вами, что эти игры идут и не на всяком обычном компьютере. Так вот, гипотетически Raspberry может все это заменить. хорошее вопрос стоит. Как следствие этого, Arduino имеет специальный инструментарий для написания программной платформы Arduino. Вот, например, вот, собственно, это Arduino ID. Но, это вот не совсем оригинальный вариант, он немножечко модифицирован с целью большего удобства. Ну, как бы то ни было, от оригинального он принципиально не отличается. Вот, это вот среда разработки, которая предназначена для разработки и тестирования программ Arduino. Она же умеет их загружать туда. Вот. Иными словами, для работы, ну, мы с вами знаем, что если бы мы работали с обычной микросхемой, то для того, чтобы ее программировать, нам бы нужно было специальное устройство программа. Так вот, у Arduino программатор находится непосредственно на самой плате. А вот эта среда разработки предназначена для общения между компьютером и программатором. Вот я, когда напишу программу, нажму вот на эту кнопочку, и эта программа будет скомпелена и загружена на Arduino. И, кстати, сразу же и заработает. С Raspberry в этом плане работает так же, как и обычный компьютер. То есть, у него, он программируется на обычных языках программирования. Как правило, наиболее популярен на платформе Raspberry язык Python. Большинство примеров в интернете по программированию Raspberry сделаны именно на Python. Но, однако, это не догма. Raspberry является обычным компьютером. Как следствие этого, программироваться на языке C он может от слова запросто. Правда, при программировании Raspberry на языке C нужно быть осторожным. Дело в том, что, в отличие от Arduino, Raspberry не содержит никакого встроенной защиты от неправильной работы. Поэтому, допустив ошибку в программе, можно очень легко сжечь эту платформу. Но, если на Python мы пользуемся в основном протестированными заранее пакетами, и вероятность, что мы будем работать неправильно и сожжем Raspberry все-таки невелика, то понятно, что на C мы делаем все, что хотим сами, и ошибиться можем у нас гораздо большей вероятностью. Но, тем не менее, в какой-то мере это нужно... Вы имеете в виду платформа для программирования Arduino, бывает ли под Linux? Просто вы задаете... Ага, господа, возможно, кто-то закидает меня тухлыми помидорами. Вот, послушайте. Возможно, кто-то закидает меня тухлыми помидорами, но я считаю, что работу с Arduino, работу с Raspberry нужно выполнять только под Linux. Работа на Windows с этими платформами это извращение. Соответственно, среда Arduino под Linux естественно существует. Само-само. Вот. Но, повторюсь, насчет того, что использовать Windows для этой цели это извращение, кто с этим не согласен, предоставляю право кинуть в меня тухлом помидорами. Или иным, только, пожалуйста, мягким предметом и не слишком тяжелым. На самом деле, я вам скажу так. Вопрос, какой мы пользуемся операционной системой для Arduino вообще, если уж быть совсем честным, вообще не является зло принципиальным. Почему? Дело в том, что на Arduino отсутствует вообще операционная система. Arduino, в Arduino мы загружаем собственную программу, она носит название Sketch. И, собственно, только она там и работает. На самой платформе никакой операционной системы нет. Поэтому говорить можно лишь о том, какую операционную систему мы используем для того, чтобы загрузить туда программу. И хотя я по-прежнему считаю, что нормальный, ну, как бы, настоящие люди работают с Linux в этом случае, да, но, в общем-то, если это делать на Windows, ну, работать будет тоже. Не вопрос. Да? Вот. Поэтому, если кто-то очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хочет делать это на Windows, то, пожалуйста. В частности, у нас на курсах мы делаем это как раз именно на Windows, но мы это делаем просто для того, чтобы не переустанавливать операционную систему. Вот. есть ли возможность загружать скетчи в Raspberry? Нет, нет. Сейчас скажу, почему. Потому что для Raspberry загружать скетчи это очень странная идея. Значит, что я, господа, я только что сказал одну важную вещь, что Raspberry это обычный компьютер. Да? Да, с определенного вида, но это обычный компьютер. Как следствие этого программы, исполняемые под управлением Raspberry это не скетчи, а обычные программы. Поэтому загрузка скетчей в Raspberry это бессмысленное занятие. На Raspberry можно просто инсталлировать обычную программу и работать на Raspberry как с обычной программой. то есть иными словами на Raspberry можно сделать значительно больше, чем просто загрузить скетч. Поэтому я и сказал, что загрузка скетчей для Raspberry ну это странная идея. То есть это просто не нужно. Хотя в принципе, конечно, если кому-нибудь очень захочется, ну вот устанавливаются на нем программы точно так же как и на любой другой компьютер, точно такими же средствами, абсолютно стандартными, в этом плане Raspberry ничем не отличается. Больше того. Raspberry, в отличие от Arduino, на нем можно даже непосредственно разрабатывать программу. Правда, должен сказать, что это не технологично. Хотя в принципе возможно. Вот. И это иногда делают. должен сказать. То есть не надо думать, что это возможность гипотетическая. Дальше. Чисто теоретически на Raspberry можно установить любую из широко распространенных на сегодняшний день операционных систем. Ну, естественно. Windows запросто. MacOS тоже можно. Правда, я не уверен, что установка MacOS на Raspberry это законно. Возможно, это нарушает лицензионное соглашение. Это надо проверять. Android. Можно, но не имеет смысла. Потому что Linux, по сути дела, дает возможности все те же самые, плюс еще какие-то. Вот. Как бы то ни было, все современные широко распространенные операционные системы на Raspberry работать могут. Правда, повторюсь, по моему мнению, устанавливать Windows на Raspberry это странная идея, но это возможно. И, наверное, можно придумать ситуацию, когда это целесообразно. Теперь давайте подумаем, как использовать их вместе. Господа, во-первых, Raspberry с Arduino могут быть соединены между собой по крайней мере двумя штатными способами. Штатный способ номер один заключается на той простой идее, что Raspberry является обычным компьютером. А Arduino имеет у себя подключение по последовательному порту. По ком-порту? Следовательно. Первое, что просится на ум, это взять USB кабель, тот же самый, которым мы подключаем Arduino к обычному компьютеру, и воткнуть его в Raspberry. А вот дальше возникает любопытный момент. Дело в том, что эмулятор последовательного порта, который имеется на Raspberry, в первую очередь используется для общения между компьютером и программатором. Но это совсем не обязательно. Дело в том, что это обычный последовательный порт. А как следствие этого мы можем запросто наладить обмен данными между последовательным портом Arduino и эмулятором последовательного порта на Raspberry. Вот в данном случае проиллюстрировано такое соединение. Raspberry может данные Arduino может их отправлять, Raspberry может их принимать и так далее. Правда, должен обратить внимание, что в данном случае, ввиду того, что Arduino конечно платформа гораздо более простая и не имеет операционной системы на себе. Это будет общением в один конец. А мощности для такого соединения разумеется хватит по одной простой причине. Дело в том, что Raspberry, вот я кстати по поводу питания. Вспомните, я сказал, что Raspberry питается по микро-USB кабелям. В отличие от Arduino, Raspberry не рассчитан на питание батареи, как батарейка. Рассчитано, что он будет питаться от стандартного разъема микро-USB. То есть, либо он будет втыкаться через источник данных в сеть, либо он будет втыкаться в стандартный аккумулятор, который обеспечивает питание через микро-USB. Но мы знаем, такие есть. Теоретически можно собрать источник питания для Raspberry на батарейках, но все-таки он на это не рассчитан. Как следствие этого, проблема нехватки мощности для Raspberry стоит значительно менее остро, чем для Arduin. Потому что у Raspberry мощность гораздо менее лимитирована. Мы с вами на курсах по Arduin будем разбирать одну из ситуаций, когда для питания устройства на Arduin не хватает мощности. Это типичный случай, когда мы работаем с сервоприводом. При работе с сервоприводом очень часто не хватает мощности для питания сервопривода, и он вместо того, чтобы фиксироваться в заданном положении и начинает дергаться припадки какой-то болезни. И вот я там прошу, прежде чем мы будем исправлять эту проблему, объяснить, почему она происходит. Почему он вроде как подает признаки жизни, почему вроде как номинально все хорошо, напряжение правильное, да, а бац, а он ведет себя как параличный. Сейчас посмотрим. Я, когда подключал внешний диск к Raspberry, пришлось докупать хаб с отдельным питанием. Да, господа. Дело в том, что мощности Raspberry действительно не хватает на питание жестких дисков. Это да. Жесткий диск является высокоэнергоемким устройством, и если мы захотим подключить к Raspberry внешний жесткий диск, то нам придется его запитывать отдельно. Это факт. Но должен вам сказать, что Raspberry все-таки на такое применение не рассчитывали. Хотя он вполне нормально доработан. А сейчас я скажу про второй способ подключения. Второй способ подключения как раз связан с теми разъемами, которые были обведены красным цветом на Arduino и Raspberry. Вот я покажу для примера разъемы на Arduino. Это так называемые разъемы, которые умеют общаться между собой по стандартному протоколу E2C. Ну, пока мы не рассматриваем на курсах эту возможность, но в принципе, если мы по каким-то причинам не хотим морочиться с последовательными портами, мы можем просто воспользоваться распиновкой этих плат, соединить их непосредственно проводами. Для этого потребуется три провода, там еще третий. Надо кое-куда воткнуть. Но сейчас не об этом судим. но правда тогда придется писать соответствующую программу, которая будет по распиновке общаться между собой. Как делать в каких случаях, это хороший вопрос. Я даже не берусь на него ответить, но как бы то ни было, существует два широко распространенных варианта. Вот я назвал оба из них. Теперь отсюда, я думаю, становится понятно, какая будет у нас типичная конфигурация оборудования, которые используют вот эти две платформы. к сожалению, нам уже пора заканчивать, потому что нас скоро отключат трансляции. И я, пожалуй, назову вариант, который является наиболее таким, ну, парочку вариантов, которые являются наиболее востребованными на практике. Итак, вариант первый. Мы используем Raspberry в качестве замены обычного компьютера в тех случаях, когда нам нужен компьютер либо малогабаритный, либо бесшумный. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, что и Arduino, и Raspberry не имеют в своем составе ни одной движущейся детали. У них нет вентиляторов. Охлаждение чисто воздушное в тех других случаях. А это значит, что они абсолютно не шумят. Ни тот, ни другой. В тех случаях, когда для нас критично отсутствие шума, воспользоваться платформой Raspberry вполне себе даже здорово. К сожалению, бесшумные компьютеры иных типов стоят очень дорого. А мощность высокая от компьютера нам нужна далеко не всегда. Поэтому платформы Raspberry вполне может для этого хватить. Но этот вариант все-таки является, то есть, эти два варианта, когда нужен компьютер малогабаритный или бесшумный. Это все-таки скорее исключение из правил. Более частый случай, когда нам нужен компьютер, который управляет периферийными устройствами. Например, у нас имеется какой-то датчик, даже не один, а несколько, допустим, имеется 25 датчиков, подключенные различным образом расставлены по комнате или по какой-нибудь метеостанции. Нам надо своевременно считывать с них показания и передавать их куда слегу. Так вот, господа, типичным образом при этом датчики подключаются к платформе Ардуино. И платформа Ардуино управляет датчиком. А вот и передает показания на платформу Raspberry. При этом Raspberry может эти данные собирать, складывать их, например, на SD-карту, которая у нее есть, или передавать их по сети куда следует. Разъем такой там тоже есть. Кстати, должен сказать, что на большинстве плат Raspberry есть и точка доступа Wi-Fi. Правда, не на все. Так что подключиться по сети для нее не проблема. При этом сплошь рядом на платформу Ардуино для облегчения снятия с нее данных устанавливают веб-сервер. Обратите, пожалуйста, внимание, что используя не Ардуино, конечно же, Raspberry. На Ардуино веб-сервер не поставится. Так вот, использование платформы Raspberry в качестве такого оперативно работающего веб-сервер является вполне себе обычным день. При этом вы можете установить как стандартный веб-сервер, например, Nginx или Apache или что-нибудь еще, но в составе стандартных питоновских пакетов, то есть, если вы залезете на платформу Raspberry в комплект поставки операционной системы Raspberry то вы увидите, что там интерпретатор питона установлен таким образом, что он имеет в комплекте поставки два дополнительных веб-сервера. Один это стандартный питоновский простейший веб-сервер, а второй уже является полноценным, который ориентирован именно на использование с Raspberry. он отличается от Nginx и Apache тем, что его гораздо легче перепрограммировать. Но, конечно, мощность у него меньше, и на высоконагруженных системах он работать не сможет, но системы, основанные на Raspberry, конечно, высоконагруженными не могут быть. Соответственно, платформа Raspberry используется в первую очередь именно как средство доступа к периферийным устройствам, управляемых платформами аналогичными Arduino. Должен сказать, что если мы делаем все от начала до конца своими руками, то, скорее всего, это и будет Arduino, но это не единственный вариант. Существует в наше время уже довольно много периферийных устройств фабричного производства, которые содержат внутри себя уже собранную на заводе аналогичную Arduino платформу, где уже все готово запрограммировано. И нам осталось только воткнуть, допустим, и тупин разъема в Raspberry или через последовательный порт соединить, и все будет так, как если бы мы это собрали на Arduino своими руками. Господа, вот это то, что я имел рассказать вам сегодня. Ну, а что касается более подробных сведений, то у нас есть на сегодняшний день два курса, посвященные этой тематике, пока что только два. Один из них называется «Основы электроники и робототехники», он посвящен работе с платформой Arduino. Второй курс называется «Интернет вещей», и он уже посвящен работе с платформой Raspberry «Интернет вещей» и некоторыми другими как бы в основном программным обеспечением, которое позволяет нам работать ну, грубо говоря, обеспечивать связь между физическими устройствами. Вот. Если ко мне какие-нибудь вопросы есть, я сейчас постараюсь на них ответить. Вот. Ну, а так приглашаю на наши курсы. Следите за новостями. Курсы у нас будут идти уже очень... Ну, вот они уже идут и будут идти, и семинары слава богу не последние. Так. Сейчас, секундочку. А как 25 Arduino подключить к одной Raspberry? Ну, господа, во-первых, я не сказал, что к одной. Да? Ведь у нас же и Raspberry может быть несколько. Да? Но можно и к одной. Как это не смешно. Господа, на самом деле что? По порту A2C можно доставать связь. Я даже больше скажу. Во-первых, стандартный протокол A2C действительно позволяет подключить значительное количество устройств. Но в данном конкретном случае, как ни странно, ситуация обстоит еще смешнее. Дело в том, что вот эти пины, которые у нас есть на Arduino, на Raspberry, мы ведь можем программировать как угодно. И ничто нам не мешает взять подключить два Arduino к одному и той же паре пинов на Raspberry. но правда тогда придется повозиться с программным протоколом с тем, чтобы эти устройства не конфликтовали между собой. Господа, я хотел бы обратить внимание, ну конечно, уж вы меня простите, но такие акробатические трюки мы конечно на наших курсах не рассматривали, но самое главное пожалуй на то, что я хотел бы обратить внимание. по курсам есть еще по предварительной подготовке я сейчас скажу. Значит, это код, господа. Это момент, о котором мы уже все с вами забыли. Вот мы с вами привыкли думать, да, конфликты программного обеспечения, да, но ведь что такое конфликт программного обеспечения, почему если мы возьмем и подключим там в один и тот же порт, в один и тот же USB порт два принтера, нечередно, возьмем там паяльником, раскурочим разъемы принтеров, спаяем их и параллельно подключим к одному USB порту. Понятно, что ничего хорошего из этого не получится, да, для этого нужен там USB хаб, но все как положено. Но мало кто из нас задумывается почему. Дело в том, что конфликт при этом, который при этом происходит, это конфликт программного обеспечения. Просто принтер и компьютер запрограммированы таким образом, что они предполагают, что в случае конфликта между ними, кто-то будет этот конфликт решать. Операционная система или если это USB хаб, разъем, ну, USB-шный разветвитель, да, то там внутри есть плата, которая разводит их между собой. В данном конкретном случае, если мы подключим два Arduino к одному и тому же разъему, то мы можем запрограммировать Arduino и Raspberry таким образом, что они конфликтовать между собой не будут. Правда, это очень нелегко сделать, но в принципе никакой проблемы в этом нет. Обратите внимание, что здесь мы опять строгаем палку руками и выстрогать мы ее можем как хотим. Но на самом деле на практике конечно так не делают. Конечно на практике если нам необходимо соединить между собой две сотни Arduino, то конечно мы делаем ну примерно так. мы к каждому Raspberry подключаем Arduino в пределах десятка ну там пять шесть берем соответствующее количество Raspberry а потом уже соединяем и один из Raspberry будет главным у нас. Да ну что-то типа сервера. На практике обычно делают так. Хотя в теории можно и так как я вот только что обрисовал. По поводу предварительной подготовки. Значит господа курсом по Arduino предварительная подготовка требует повторения школьного ну основ школьной физики по разделу электрический ток. То есть нужно знать чем отличается закон ОМА от поправки Джексона Веника. Если кто-то еще помнит про последний. вот на самом деле мы повторяем то есть причем мы исходим из того я напомню что в школьной программе изучают закон ОМА для участка цепи. Закон ОМА для полной цепи в школьной программе не изучают. Мы его доизучим на курсе. То есть во всяком случае требуется не бояться собирать делать что-то руками втыкать провода и так далее. Причем именно не бояться. Господа должен сказать что есть такой нюанс которым я тоже отчасти страдаю поэтому я могу сказать у меня например немножечко тремор пальцев есть чуть-чуть руки трясутся. Это очень неприятная проблема но она вполне решаемая и для наших курсов это препятствием не является. если у кого такая проблема вдруг есть а я просто почему говорю я знаю что эта проблема очень распространенная. Не беспокойтесь я подскажу что делать в этом случае. Если вы можете стакан пива держать на расплистах то все хорошо. Или там стакан чая. Если он там чуть-чуть колышется то ничего страшного. Вот просто если проблема более серьезная то это наверное все таки лучше к врачу. Но насколько мне известно до серьезных размеров я ни разу не встречал человека которого не способен был бы к этому. Вот это пожалуй все что нужно. Но естественно нужно какие-то общие представления о программировании хотя именно что общее. значит это что касается Разбери ой извините это что касается курсом по Ардуино что касается курсов по Разбери то тут ситуация немножечко посложнее значит господа дело в том что курсы по Разбери это курсы интернет вещей интернет вещей требует программирования поэтому для этих курсов предварительным требованием является первоначальное знакомство с программированием на каком бы то ни было языке это может быть любой язык программирования Python Java C там что угодно но принципиальный подход необходим значит принципиальное понимание глубоких навыков можно не иметь можно иметь только первичные обычно мы советуем если кто-либо не умеет программировать на языке Python мы советуем наряду с курсами по интернет вещей изучить материалы наших курсов программирования на языке Python ну соответственно дальше уже рекомендуем пройти эти курсы но это уже вопрос индивидуальный то есть если речь идет именно о требованиях то требованием является именно первичное знакомство с программированием на каком бы то ни было языке программа для Arduino пишется на некотором ну скажем так в книжках часто пишут что программы для Arduino пишутся на языке C на самом деле это в общем так с учетом того что это все-таки специально заточенный под Arduino диалекты языка C поэтому от стандартного C он все-таки немножечко отличается но эти отличия самые незначительные и они очень ну буквально там в первые же полчаса я все эти отличия сразу расскажу поэтому можно с некоторыми оговорками считать что работа идет на языке C но хочу обратить внимание что для курсов по Arduino предварительное знакомство с языком C требуется лишь в общих чертах то есть главное знать что такое программирование в принципе можно языка C даже и не знать но лучше перед этими курсами все-таки хотя бы прочитать посмотреть на то как выглядят программы на C но если вы перед курсами напишите программу Hello World то считайте что у вас предварительная подготовка есть если вы этого не сделаете все равно приходите разберемся на месте вот повторюсь что Raspberry мы за основу берем в цикл Python есть ли ко мне еще какие-нибудь вопросы господа в таком случае так похоже что есть жаль не успели рассказать про тот широкий разъем на разбере а какой именно давайте я картинку возьму вот про этот а так я про него рассказал господа это те же самые пины к которым это то же самое что и цифровые разъемы на Arduino насколько критичен Python желательно господа я вам так скажу тут надо провести различия между тем что нужно для курсов и что нужно для применения разберем для повседневного применения разбере знание Python необходимо потому что Python является основным языком для программирования разберем с другой стороны если идет в порядке прохождения курсов то тут ситуация немножечко другая для наш курс интернет вещей построен таким образом что наши же курсы по программированию на питоне можно проходить параллельно с ним а можно и после него то есть мы исходим из того ну господа насчет комфортности это вопрос такой знаете пожалуй я тут комментировать ничего не буду единственное что я могу сказать что большинство народа населения на практике считают питон удобным языком для программирования вот так ну а сами понимаете что на вкус и цвет все фломастеры разные поэтому здесь мне сложно что-либо говорить я вам так скажу что безусловно что для разбери можно писать программы на си на руби даже на php хотя это немножко странно это возможно но здесь вопрос еще и в том что если вы работаете с платформой разбери то подавляющее большинство ваших коллег работать будет на питоне с этим фактом все-таки нужно считаться вот поэтому я формулирую это именно так ну а дальше уже вам делать то есть по поводу комфортности я сказал большинство народу считает его как раз комфортным но вы же понимаете что вопросы комфорта это не тот случай когда существуют какие-то общие правила так курс стоит проходить в офисе или дистанционно вы знаете господа по поводу курса Arduino по поводу курса Arduino рекомендую проходить его очно потому что ну во-первых этот курс практический то есть там надо собирать схему руками ну да вот я говорю значит там надо ну я просто отвечаю товарищу там надо схемы собирать руками чисто теоретически вы можете приобрести у нас или в какой-нибудь сторонний ну у нас по-моему нельзя как раз но как бы то ни было у нас есть спецификация какой должен быть сборочный комплект для курса Arduino вам вот список дадут вы можете в Москве есть там и не только в Москве есть несколько мест где его можно за недорого приобрести он стоит недорого так что в принципе все это можно но господа обратите пожалуйста внимание что если вы работаете дистанционно и у вас платформа Arduino что-то не получается преподавателю будет сложно вам помочь конечно в наше время дистанционно можно сделать очень многое и преподаватель выкрутится с Arduino и в этом случае но вам будет сложнее поэтому что касается Arduino то я рекомендую этот курс проходить но если у вас никак-никак нет такой возможности если вот жестко-жестко-жестко нам нужно только по интернету то конечно это тоже возможно что касается курса интернет вещей то здесь ситуация немножко другая дело в том что интернет вещей на самом деле это все-таки интернет вещей и там наличие у себя на столе конкретно платформа Raspberry не является столь критичной там гораздо более широкий охват тем поэтому у нас есть разные варианты в существующем на данный момент ситуации курс интернет вещей у нас читается в так называемом очно-заочном формате это означает что часть занятий проходит очно а часть материала вы должны изучать самостоятельно по заданиям которые дает преподаватель то есть иными словами мы собираемся в этом случае в аудитории главным образом для того чтобы обсудить какие-то неясности вопросы сложности наметить план на следующую неделю ну вот что-то в этом роде поэтому как правило курсы по интернету вещей проходят в смешанном режиме слушатели часть занятий присутствует по удаленке а часть занятий присутствует в офисе вот поэтому здесь конечно же присутствует то есть я здесь уже не даю такой однозначной рекомендации проходить его непременно очно но и повторюсь что и для разбери это хоть и настоятельная но все же рекомендация проходить его заодно проходить его по интернету по удаленке все же возможно насколько вероятно на курсах пордуину ошибиться и что-нибудь сломаться господа это маловероятно и само особое разумеется эти риски в курс заложены то есть если у вас сгорит какой-нибудь там светодиод то это возмещать не надо ну господа вы же сами понимаете что как бы существуют случаи страховые или не страховые если я например вздумаю на ардуино поплясать это конечно будет не страховой случай но я же не думаю что это реальная ситуация вот нет господа ошибки которые мы делаем в виде курсов стоимость курсов заложены но все-таки господа я хотел бы здесь уточнить что я все-таки не юрист поэтому читайте договор который будете подписывать там об этом если будете сомневаться трясите менеджера пока он вам внятно не ответит но насколько мне известна ситуация вот такая кстати для ардуино комплектующие не такие уж и дорогие стоимость полного комплекта полного полного при полном составляет ну вот для наших курсов дай бог памяти по-моему не дороже двух тысяч рублей это конечно тоже немало да но это полный комплект то есть это не десятки тысяч это конечно ощутимая цена но не скажу что это как-то вот запредельно долго но должен вам сказать что когда я проводил курсы у меня было только два случая когда что-либо поломалось причем в обоих этих случаях поломка была уже изначально то есть сломалось что-то не на курсах а деталь уже была прислана браковым само собой разумеется конечно такие вещи никто возмещать не заставит что-то более серьезное у меня не ломалось ни разу ну а всякие там светодиоды резисторы это конечно же расход на матери вот господа есть ли ко мне еще какие-нибудь вопросы ну тогда на сегодня мы закончим для более подробного обсуждения приглашаю вас к нам на курсы господи Да, да, соответствующая дипломная программа у нас питом включают. То есть можно ли с этим потом работать и делать карьеру, вот написано. Ну вы же понимаете, как вам сказать. Когда мне такой вопрос задают, я частенько не понимаю, не всегда понимаю, о чем идет речь. Но понимаете, в чем дело? Если вы думаете, можно ли, окончив эти курсы, стать крутым специалистом, видите ли в чем дело, с одной стороны, в нашей отрасли в информационных технологиях от нас никто не ждет, что мы сразу же станем крутыми. Если у вас, если вы окончите только эти курсы и ничего больше, то тогда конечно нет. Ответ отрицательный, с другой стороны. Но ведь какие-то знания у вас уже есть и так, да? Нет, я с этим не согласен. Вы что, до сих пор в жизни ничего не делали? Я очень сомневаюсь, что это так. Понимаете, минимальное знание – это понятие приложимо максимум к человеку, который пришел только после школы. И то не факт. Если он после школы хотя бы год или два где-то работал, знания у него уже не минимальные, даже если он дворником работает. Но понимаете, все-таки это не типичный для нас случай. Мы почти всегда имеем дело с людьми, которые имеют какую-то специальность. Ситуация, чтобы вы переквалифицировались в другую специальность на сто процентов – это редкое исключение из правил. Да вам и не удастся это сделать, потому что если у вас техническое образование, какое бы то ни было, даже финансовое, понимаете, все равно есть вещи, которые вы знаете. Поэтому переквалифицироваться скоро об этом речи не идет. Все равно вы используете что-то из ваших предыдущих знаний – это раз. Второе. Наше обучение в нашей области информационных технологиях никогда не кончается. В отличие от многих других специальностей у нас в принципе нет такого понятия, что вот я научился и теперь работаю. Так не бывает. Мы учимся всю жизнь. И вот с этими оговорками, да, эти курсы могут послужить уверенным стартом для карьеры. А что делать? Где можно применить, кроме преподавателя робототехники для детей? Нет, ну что мы. Во-первых, это не мало. Во-вторых, я вам скажу, что для того, чтобы быть преподавателем робототехники для детей, надо как раз знать гораздо больше, чем для того, чтобы работать в области робототехники. Да. Понимаете, я категорически против того, чтобы подпускать к детям человека, который вот этих многих вещей не знает. Это у нас многие думают, а это же для детей, там я могу нифига не знать. Черт вас два. Вам дети очень быстро объяснят, что знать надо много. Понимаете, даже если вы работаете обычным учителем в школе, если вы не знаете предмет, который преподаете на уровне профессионального инженера, да, ну он физик, да, он должен знать физику на уровне профессионального физика. Школьный учитель. Видите ли, если это не так, то поверьте, дети моментально перестают уважать такого учителя. Они просто им начинают смеяться в лицо. Понимаете, это факт. Другое дело, что инженеры, конечно, тоже бывают разные. Я, ну, честно скажу, это каша троллинг был с моей стороны. Я, конечно, не совсем прав. Сейчас, извините, одну секундочку. Я все равно говорю. Судно-техилю. Я.